И, конечно, по-прежнему огромное внимание к новому министру обороны, к кандидатуру которого сейчас согласовывают, это Андрей Белоусов. Многие СМИ западные, как я говорил, поместили его портреты на первой странице своих изданий. Многие предрекают большие проблемы для ВСУ и в том числе для Запада с планами Запада о переводе своих экономик на военные рельсы. В связи с тем, что если в голове Министерства российского военного становится человек с экономическим уклоном, то это будет большой проблемой. Потому что это не столько и не только противостояние на поле боя, это еще и противостояние экономик мира, экономик России, экономик Китая, экономик Запада. Но вот временами уровень аналитики на Западе, он, конечно, дает сбой, даже не утруждает в себя особо выникать. Это один из фрагментов эфира, который объясняет, что на самом деле все в порядке, что Белоусов это вообще как бы... Мы просто не знаем, кто это такой, а провалы на фронте это вообще ничего страшного, просто подождите, сейчас все исправим. Я думаю, что Путин заменил Шойгу просто каким-то другим парнем, безымянным, безликим бюрократом, который является одним из них. У него есть две характеристики. Во-первых, он верен Путину, а во-вторых, он совершенно непримечателен. Он похож на совершенно незаметного человека. С точки зрения Пушина у него очень хорошие характеристики, я уверен. А как вы относитесь к тому, что сейчас происходит на линии фронта? Потому что многим людям кажется, что украинцы были застигнуты врасплох вокруг Харькова, а русские сделали что-то довольно успешное. И они могут быть очень близки к захвату второго города Украины. Ну, я не думаю, что это было неожиданностью. Я думаю, что все понимали, что когда США удерживали военную помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов изо дня в день месяц за месяцем, это давало Путину зеленый свет. Вы знаете, если у Украины заканчивались боеприпасы, и это становилось очевидным не только для русских. Для нас, для всех Путин сказал, ну а почему бы не воспользоваться этим? И вот он собрал 50-тысячную группировку войск на фронте в Харькове. А у украинцев на данный момент нет 61 миллиарда долларов, которые еще не были потрачены, чтобы дать им все необходимое. Ну вот тут на самом деле, конечно, глубина аналитики поражает. Нет, скорее всего, как раз эти 60 миллиардов уже давно потрачены, расписаны, кто сколько получит. И явно не в первом ряду там стоит Украина непосредственно как адресат получения этих денег. Но в целом это такие успокаивающие речи для их западной аудитории, что все в порядке, все под контролем. Новый министр в России обороны, ничего страшного, разберемся. Провалы на фронте тоже ничего страшного, просто подождите еще, сейчас все исправится. Как в известном фильме, когда его жену душили, стоял рядом, приговаривал, потерпи родная, может быть, все обойдется. Ну и еще одна проблемная точка, судя по всему, для Вашингтона, которая показывает на то, как рассыпается внешняя политика, или то, что кто-то называл внешней политикой Вашингтона. Это, конечно, Грузия. Внезапно довольно действительно стала проблемой для Вашингтона. Кадры протестов, конечно, огромная заряженная пропаганда, в том числе в европейских, западных СМИ. Это вот немецкий канал, то, что там показывают. И, конечно, ретрансляция как можно большего числа русофобских высказываний. Можем сейчас фрагмент продемонстрировать, чтобы вы поняли, насколько серьезная атмосфера. Вот уже несколько недель на улицах Тбилиси идет борьба за будущее Грузии. Протестующие видят его в составе Европейского Союза. Они уверены, инициированный правительством законопроект о прозрачности иностранного влияния является аналогом российского закона об иноагентах. Если законопроект будет принят, это будет означать, что мы вернемся на российскую орбиту, и мы не позволим этому случиться. Вы слышите, как люди скандируют «русские». Все здесь понимают, что все может пойти по российскому пути. Непонятно, где они увидели российский путь, потому что, как раз, чтобы вернуть их на американский путь, туда прибыл целый представитель Госдепа. И это помощник госсекретаря Блинкина, который сейчас очень занят в Киеве, Джеймс Убрайн, который решил встретиться с основателем правящей партии Бедзина Иванишвили. Правда, случился бунт на грузинском корабле, потому что Иванишвили наотрез отказался встречаться. А причина даже не в том, что диалог не получается, а в том, что диалог ведется в традиционной для Вашингтона манере. Манера санкций, ультиматумов. Угрожают товарищей из Вашингтона применить санкции против Иванишвили. А он человек не бедный, там у него и деньги в банках, и активы, и все остальное, которое, видимо, Вашингтон угрожает каким-то образом на них посягнуть. Но встречаться с гостем из Вашингтона, а вернее так с эмиссаром, с тем, кто представляет хозяина, который себя считает таковым, на условиях шантажа правящая партия наотрез отказывается. Правда, конечно, там пока обсуждали законы и анагентов, сегодня в очередной раздрак в парламенте случилось, но это уже такая традиция. Сначала в Грузии требуют все-таки санкции снять этот вопрос с повестки, а потом уже проводить любые встречи. Ну и вполне предсказуемо, что Иванишвили, а там, вероятно, уже и Кабахидзе, премьера и всех остальных, заклеймили как пропутинских представителей. Логика немножко странная, потому что, когда кто-то предлагает защитить страну с помощью закона об инагентах от внешнего влияния, его, конечно, автоматически сразу объявляют агентом Кремля. Ну и совершенно дикие призывы от министра обороны Британии Шапса. Опять-таки, противостоять России в Грузии. Для тех, кто не следит за вмешательство, это та же самая ситуация, но с меньшей агрессией, что и на Украине. Путин не может ничем помочь, иногда он военным путем. Иногда через другие страны навязывает свое влияние. Это нехорошо для всего мира, нехорошо для свободы, демократии, и поэтому мы осуждаем это влияние, призываем людей противостоять России. Ну, то есть, в принципе, это такое признание, что вот эту всю кашу на улице в Тбилиси, это мы заварили, чтобы они противостояли России. Хотя, чем России там угрожает, никто до сих пор, наверное, объяснить толком не сможет. Вот, тем более, что закон-то все-таки об инагентах, он, ну, американский. Даже тот, который у нас был принят, об этом неоднократно говорят. И говорили, но все равно почему-то называют этот закон российский. Ну, и еще раз, американский эмиссар едет в Грузию, а вмешательство считают российским. На самом деле, конечно, это похоже на очередной завоз печенек, и Шапс в этом прав. Они сравнивают Грузию с Украиной, чтобы устроить переворот в стране. Сценарий ничего нового из себя не представляет. Все это уже, к несчастью, было, причем неоднократно. В случае с Грузией это, на самом деле, опасно не меньше, чем в сценарии с Украиной. Но только в Грузии, например, роль Донбасса может быть отведена Абхазии и Осетии. А на очередную войну Вашингтону снова придется печатать доллары. Доллары не для спасения независимости, а для кровопролитки исключительно, как это они делают на Украине. Важно, чтобы в Грузии видели и понимали то, что никакие миллиарды из Америки мира не приносят. Ну и в киевский режим, стоит напомнить, были вложены немыслимые ресурсы Запада. Они еще продолжают туда вкладываться. Но все это не помогло и не поможет. Скотт Риттер рассуждает о роли денег в решении и спасении киевского режима. В перспективе эта помощь ничего не изменит. Как указывалось рядом людей, включая Джейка Салливана, советника по национальной безопасности и других, реальная проблема Украины прямо сейчас заключается в нехватке живой силы. И никакие деньги не решат эту проблему. Так что ты знаешь, даже если бы оборудование, которое было выделено, я думаю, что 13,8 миллиарда из 60,1 миллиарда, предназначены для этой военной помощи, военной техники. Даже если бы все это оборудование было выпущено сейчас и отправлено на передовую прямо сейчас, там нет живой силы, чтобы укомплектовать его. У украинцев просто нет никого, кто был бы обучен. Они отступают на линии фронта не из-за недостатка воли к борьбе, а потому, что там не осталось никого, с кем можно было бы сражаться. Предполагается, что бригады, которые были брошены в бой и понесли потери, должны быть заменены свежими бригадами. Но их нельзя заменить, потому что нет свежих бригад. Когда русские прорываются, бригады, которые находятся в резерве, посылаются в контратаку, но они недоступны, потому что они находятся на передовой в другом месте. И в конечном итоге вы теряете позиции, за которые в противном случае боролись бы в течение нескольких недель. Украинцы уступают их в считанные дни. Ну и упомянутая Скоттом Риттером Джек Салливан, видимо, ретранслирует то, что сейчас пытается сказать Блинкин, Зеленскому, или кто там, с кем он там общается. Подождите еще чуток. Две или три недели назад президент одобрил выделение пакета на 1 миллиард долларов. Часть этих вооружений уже на поле боя. В пятницу он одобрил выделение еще одного пакета помощи. В том, что касается наших возможностей, отправить их организовать и ввести. Так что я не утверждаю, что все вооружение на миллиард уже на поле боя. Как раз в ближайшие дни у нас вновь будет то, что мы называем пакетом. Пакетом помощи со складов в Пентагоне. Чтобы повысить темпы поставок, мы над этим работаем. Мы понимаем, что тут была задержка в помощи Украине, из-за которой она оказалась в яме. Мы пытаемся помочь выбраться из этой ямы как можно скорее. Говорит Джейк Салливан. На самом деле, умалчивая о том, что этими пакетами они лишь глубже трамбуют эту яму уже над головой тех, кто представляет киевский режим. Потому что резервы личного состава достигли минимума. Это признают уже представители силового так называемого блока киевского режима. А глава украинской военной разведки Буданов признал, что использовал уже все, что было. А ситуация в Харьковской области близка к критическому состоянию. Ну и командиры солдата ВСУ говорят, что находятся в самом уязвимом за все время положении на фронте. Но Блинкин еще раз приехал спасать. Говорит, что новый пакет вооружений скоро прибудет. И все это должно сильно изменить ситуацию. А тем временем, напомним, что очередные освобожденные населенные пункты и уже даже в генштабе ВСУ подтверждают факт начала боев за Волчанск в Харьковской области. И говорят о тактическом успехе вооруженных сил Российской Федерации. И что идет наступление, ну или продвижение сразу по нескольким направлениям. Наша страна максимально сдержанно комментирует развитие событий. И в Волчанске в самом уже изо всех сил вытаскивают оставшихся жителей мирных на эвакуацию, демонстрируя, как они их там спасают. Представители волонтеров, полиции и всего остального, жители мирные задают вопросы. А что же вы так этих русских боитесь? Боже, как вы их боитесь! Боже, как вы их боитесь! А вот мирные жители русских, как получается, так не боятся. Ну и, кстати, тряпка тут, видимо, совсем уж никому не нужна, которая пыталась забрать эта женщина. А вот про мародерство, которое устраивали ВСУшники и представители нацподразделений, всех этих добробатов на территории подконтрольной Киеву в районах ДНР, рассказывает РИА Новости мирный житель. А полиция свои права качала, все дома повыставляла, все повывозила, полиция называется. Это беспредел просто. Гражданские дома повыставляли, даже унитазы поснимали. Понятно. А только полиция мародерила или еще? И солдаты. В Очеретино открылась даже специальная лавочка, которую можно сдавать, как бы, БУ продавать. Ну, скупляли БУ. И большинство солдат возило туда это. Те товары, которые забрали по домам. А Очеретино это где? Это километров 15 от Семеновки. Это вот так боевики Зеленского спасали от русской агрессии жителей ДНР. Но на самом деле в ходе последних боев в плен к нашим бойцам попадают все более колоритные представители. Минобороны публикуют кадры. Это военнослужащие группировки войск Север взяли в плен боевиков из неонацистских формирований. Кракен, Братство. И обратите внимание, там не только представители незалежной народности. Там еще и, к сожалению, наш соотечественник один, по крайней мере, и есть. Тот, что переехал, перешел на сторону врага, фактически став предателем Родины. Подряд включаем их. Я увидел анкету, что идет набор подразделения. Решил отправить и попробовать в свои силы пройти данное подразделение. Плент попал 10 мая. Мы были на позициях вместе со смешниками. Утром был штурм. Нас осталось меньше, чем было изначально. Мы заняли оборону. Потом, ближе к вечеру, был еще один штурм. Я понял, что нас окружают. Была стрельба со всех сторон. Нам в преддаж залетела граната рядом. Я получил осколочные ранения. Ну и мы приняли решение сложить оружие. Моя задача была засесть там в крайней точке, вести наблюдение. Когда будут наши колонны начинать движение, что будет происходить на вашей стороне. Я за свою позицию могу сказать, что она была не совсем готова к обороне. Потому что было озвучено, что там есть купол, стоит реп. Все остальное по итогу этого не было. На тех позициях не было подготовленных огневых точек. Плюс еще постоянно окрыли нас дронами, скиды были. И прицельно била артиллерия. То есть утром танк по нам работал, там миномет. И ложил все. Ну не просто близко, а залетало. Прямо в округ. В связи с спецификой нашего подразделения, набор в последнее время добровольцев, он уменьшился. Меньшее количество людей хочет вступать в ряды. Поэтому, ну а те, кто туда приходят, на это в основном костяк весь набирался в 22-23 году. Потому что там был нормальный набор. Сейчас могу сказать, что по людям все меньше и меньше приходят на камеры. Ну я это могу подтвердить, да. Когда меня брали в плен, у меня было представление до этого, что в плену лучше вообще не попадать. Тем более, как вы правильно сказали, с нашего подразделения. И я был очень удивлен тем, как российские солдаты при нас приняли. Они мне оказали помощь, у меня ранения осколочные. Я видел, как солдат с себя снял бандаж, ну свой личный. Меня перемотал, и на протяжении всего времени мы шли, там остановились на привал, была у них одна бутылка воды, они попили с той же бутылки и нам дали попить. Ну то есть отношения, я честно могу сказать, что отношения очень хорошие. И для меня это, ну как разрушило, у меня был стереотип, что отношения в плену какое. И то, что я видел, то есть две разные вещи. Мы занимались постоянным обучением полигоны, в основном полигоны каждый день, ну почти каждый день, то есть учения постоянные, периодические выезды в зону боевых действий, на участке фронта, в котором имелся место быть прорыв, и нас использовали как пожарную команду, то есть, чтобы оккупировать наступление противника. В целом ЗСУ, ну наверное, логично, что сейчас уже меньше из-за патриотизма, потому что война затянулась, война тяжелая, большие потери. Нас отправили на усиление взводных опорных пунктов возле границы с пограничниками. У нас, ну, нас распределили на разные взводные опорные пункты, и мы как бы держали там оборону. Он попал в плен 10 мая, утром, позицию разобрала артиллерия полностью. За день до этого АФП-дроны уничтожили наблюдательные пункты, то есть вести наблюдение было неудобно. И плюс еще была зеленка, это посадка, и было не видно противника, плюс дым. Штурмовый отряд запрыгнул нам в окопы, начал закидывать нас гранатами. Мы сосредоточились в брендаже, отстреливались, пытались отстреливаться. У нас появились погибшие, и нам предложили сдаться в этот момент. У себя ли с иностранцами? Так точно. Это бойцы иностранного легиона, там, островицы, канадцы, которые приехали в Украину, подписали контракт с иностранным легионом. Они как бы ездят по тем же задачам, что, ну, куда ГУР пошлет, прорыв фронта, там, Часов Яров, Деевка. То есть обычные такие. Что они же своих бойцов посылают? Я не думаю, что это заложники интереса своих бойцов. Я думаю, что это солдаты какие-то, ветераны армии, там, США или Австралии приехали добровольно подписали контракт. А хорошо это или плохо, не знаю, ну, там, третий год войны по большие потери, нехватка пехоты банально в окопах, то, наверное, оно может быть и нормально, если они воюют за нас. Хотя, насколько мне известно, там их небольшое число. Дневной рубеж Субтитры создавал DimaTorzok